Агния Доренская в пятый раз приходит в Центральную библиотеку на торжественное подведение итогов городского открытого конкурса литературного творчества «Серая шейка». Участвовать в нем девочка начала еще в 2018 году. Тогда стало интересно послушать новые произведения сверстников и поделиться своими. Над работой этого года трудилась вся семья Агнии и совместное творчество принесло девочке диплом лауреата. Мы отправили рассказы о моей прабабушке и прадедушке по памятной линии и по маминой линии, про их голодное детство. Мы уже лет пять собираем наши семейные истории, на их основе пишем такие рассказы, а Гоша любит рисовать, и она иллюстрирует. Мы каждый год издаем книгу нашей семьи, а следующий год – это год семьи. Это очень важно и знаково. Ты сам помнишь историю, прививаешь любовь к истории своей семьи детям, тогда она и сохраняется. Мы приветствуем, когда пишут дети с папами, с мамами, со старшими братиками, с сестрами, с дедами, потому что это действительно не состязание, это именно участие в таком литературном празднике. И работы их становятся все ярче, грамотнее и интереснее. 650 работ, 360 конкурсантов со всей России были представлены в четырех номинациях. Немного найдется таких уголков на Руси, сказки и легенды о малой родине от взрослых и детей, литературное творчество, сочинения юных участников, медиа-творчество, мультфильмы, видеозарисовки и даже комиксы, и художественные произведения о детях и для детей. Это стихи, сказки и рассказы. Фаворитов выбирали не только члены профессионального жюри, но и читательского – онлайн-пользователи Центральной библиотеки. Один из результатов конкурса – это издание сборника творческих работ. Лучшие работы входят в этот сборник. То есть это опыт первой публикации для тех, кто действительно одержал победу и написал достойную работу. Сборник выйдет в 2024 году. В него войдут произведения и тех авторов, что в этом году победу не одержали, но их материалы получили высокую оценку. Если организаторы, комиссия и участники по окончании конкурса выдохнули, то Юлия Кистер и Елена Сальникова, сотрудницы Центральной городской библиотеки, принялись за работу. Сейчас их задача – оформлять, вычитывать и иллюстрировать произведения конкурсантов и создавать тот самый сборник.